Пожар в нежилом деревянном доме на Московской 78 в районе перекрестка с хлебозаводским проездом переполошил весь город. Возгорание произошло в понедельник днем. Густой черный столб дыма очевидцы наблюдали из разных точек города, а водители стояли в пробках на Московской с юго-запада. Об этом и других происшествиях подробнее в рубрике «Сводка». Огонь вспыхнул в двухэтажном доме на Московской примерно в три часа дня. Здание было нежилым, его готовили к сносу. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. На место выезжали 10 пожарных расчетов. Сложность заключалась в том, что в пяти метрах стоит деревянный жилой дом. Он не пострадал. Также из соседнего техникума эвакуировали студентов. Открытый огонь ликвидировали через два с половиной часа. Еще спустя полтора часа пожар полностью потушили. Все это время водителям пришлось постоять в огромной пробке. Улицу Московскую перекрывали. Рассматривают две версии возникновения пожара. Поджог или неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет. А вот в Вятских полянах избежать жертв при пожаре не удалось. 13 мая там загорелась квартира в двухэтажном доме. После тушения на месте нашли погибшего 65-летнего мужчину. Он злоупотреблял спиртным и в пьяном виде пытался отремонтировать в подъезде электрический щит. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Ссора из-за татуировок довела до трагедии. 8 мая в Кирове 37-летний мужчина устроил алкогольное застолье со своей супругой и знакомым. В ходе него мужчины поссорились. Они оба в прошлом были судимы. Гость упрекнул хозяина квартиры в том, что тот пробыл за решеткой мало времени, а наколок у него много. Хозяин разозлился и несколько раз ударил оппонента ножом. Тот скончался. Когда на место прибыли полицейские и следователи, хозяин квартиры пытался спрятаться от них в тумбочке. Сейчас подозреваемого в убийстве задержали. Ведется следствие. Продолжаются поиски 15-летней Лилии Переваловой. Девочка ушла из дома 8 мая и до сих пор о ней ничего не известно. Была одета в джинсовую куртку, черную футболку с рисунком кошачий глаз, фиолетовую кофту с капюшоном, черные брюки, серые кроссовки. Если вам что-либо известно о Лилии Переваловой, звоните по телефону на экране или 02. Алина Котрихова, Место происшествия.